Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Куйбышевском районе открыл свои двери для всех желающих. Жителям доступны абонементы на 8 занятий и разовые посещения. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и советник главы региона генерал-лейтенант Андрей Колотовкин навестили бойцов в больничных палатах, поздравили военнослужащих и спросили у защитников Отечества, нужна ли им дополнительная помощь. Военнослужащие рассказали, насколько важны то внимание и поддержка, которую они получают на передовой во время лечения и реабилитации в госпитале. Их навещают, проводят концерты, встречи. Бойцы подчеркнули, что поддержка региона чувствуется не только в госпитале, но и на передовой. Самарская область часто доставляет в зону СВО гуманитарные грузы. После поздравления военнослужащих губернатор вместе с начальником госпиталя Михаилом Игнатовым осмотрел ход строительства нового корпуса лечебного учреждения. В Самаре открыли мемориальную доску в память о капитане Романе Вобликове. Он погиб в ходе проведения специальной военной операции. Доску с портретом Романа разместили в холле школы номер 129, где и учился погибший. Подробности в сюжете. Роман Вобликов родился в 1995 году в семье военнослужащих. Учился хорошо, любил играть в футбол. После окончания школы решил продолжить дело семьи и поступил в высшее московское общевойсковое училище. В апреле 2022 года отправился в зону СВО. Через два года героически погиб, выполняя долг. В память о Романе Вобликове в Самаре открыли мемориальную доску и парту героя. Разместили их в холле школы номер 129, где учился Роман. Я вела у него историю. И знаете, иногда, когда я задавала вопросы и спрашивала, это был 2013 год, кто-нибудь из вас хотел бы уехать за границу? Да, дети поднимали руку, они говорили, что мы хотим там жить. И Роман всегда возмущался этому и говорил, как вы так можете? Вы живете в России и хотите уехать в какую-то другую страну. О любви Романа к родине говорят и его друзья. Он всегда хотел защищать свою страну и своих соотечественников. Он так и говорил, что это долг, во-первых, это офицерский долг. И он прекрасно понимал, что идет не за себя, идет за свой дом, за свою родину. И у него именно такой подход к делу был. На открытии мемориальной доски были близкие родственники, друзья и учителя Романа Вобликова. Все они почтили память военного и возложили цветы к его портрету. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. В преддверии празднования Дня Победы самарские полицейские и общественники приняли участие в международной акции «Сад памяти». Деревья высадили на территории комплексного центра «Ровесник». Светлана Кудрявцева расскажет подробности. Символ жизни и преемственности поколений. На территории комплексного центра «Ровесник» проходит ежегодная патриотическая акция «Сад памяти». В преддверии Дня Победы самарские полицейские и общественники, воспитанники и сотрудники центра собираются вместе, чтобы вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны. Начальник управления МВД России по Самаре Дмитрий Урюпин поблагодарил собравшихся за сохранение традиций и поздравил с наступающим праздником. Воспитанникам хочу пожелать хороших отметок, прекрасного поведения, дальнейших удачных продвижений в жизни. Ветеранам хочу пожелать здоровья, благополучия семье и всем вам мирного неба над головой. В акции традиционно приняли участие руководство и личный состав у МВД России по Самаре, ветераны ОВД, Общественный совет при управлении Министерства внутренних дел, а также воспитанники и работники Центра «Ровесник». Вместе они высадили липовую аллею. В прошлом году мы посажали каштаны, а потом у нас были ели, а в этом году у нас липа. Липовая аллея – это запах, это май, это цветение, поэтому дети выбрали липу, и мы с ними согласились. Аллею назвали в честь труженика тыла Великой Отечественной войны ветерана органов внутренних дел Анатолия Ивановича Матвеева. В этом году он отмечает 92 года. Собравшиеся пожелали крепкого здоровья ветерану. Человек-легенда, который всей своей трудовой деятельностью, службе в органах внутренних дел, он посвятил много лет, более 50 лет только трудового стажа у него в органах внутренних дел. Плюс он еще работал с 12 лет на производстве во время Великой Отечественной войны. Это добрые традиции. Совместно с воспитанниками они понимают то, что память – это самая главная связующая нить между людьми. С древних времен дерево символизирует связь поколений. Уходя корнями в землю, оно растет, цветет и разветвляется, каждый год начиная свой жизненный цикл заново. Пройдут годы, и сад памяти расскажет потомкам о славных подвигах предков. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В преддверии Дня Победы в Самаре в знаковых местах города возлагают цветы. В митингах в изложениях принимают участие школьники, студенты, работники производственных предприятий. Подробности в сюжете Полины Челюковой. В преддверии Дня Победы в знаковых местах города возлагают цветы. Студенты и преподаватели Поволжского государственного колледжа возложили цветы к мемориалу работникам зима, участникам Великой Отечественной войны. Работники завода, на котором изготавливали взрыватели для реактивных снарядов «Катюш», внесли огромный вклад в приближение Победы. Завод «Масленька» уже давно не работает, но мы продолжаем традиции завода, и каждый год мы приходим обязательно сюда. Всех с праздником поздравляю, с наступающим. Торжественная линейка также прошла в школе номер 58. 57 учеников и 15 учителей этого учебного заведения принимали участие в боевых сражениях Великой Отечественной войны. Сегодня школьники также собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, блиндажные свечи, а также рисунки и письма. Всякий раз, привозя, доставляя гуманитарную помощь, первый вопрос – а есть детские письма, есть рисунки? Школьники также подготовили танцы и песни военного времени. Елизавета Прокопенкова, Полина Челюкова, Игорь Казановский, Николай Епифанов. События. В правительстве Самарской области рассказали об ответственности за попытки продать билеты на Парад Победы. 9 мая Самарская область вместе со всей страной отметит 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием станет военный парад на площади Куйбышева. Ежегодно пригласительные билеты на него выдаются бесплатно. В первую очередь они предназначены для участников Великой Отечественной войны – ветеранов, тружеников тыла, членов семей ветеранов, сопровождающих их родственников, военнослужащих участников и ветеранов СВО и членов их семей. Почетных гостей – представителей общественных и молодежных организаций. Билеты на парад не предполагают их продажу. Те, кто попытается их продать, понесут ответственность. Вся информация уже передана в правоохранительные органы. Песни военных лет и атмосфера праздников. В преддверии 9 мая в Самаре выходят в рейс тематически оформленные автобусы и троллейбус. Их салоны украшены георгиевскими лентами, воздушными шарами и флажками. На стеклах – фотографии участников Великой Отечественной войны. Духом военного времени прониклась Ксения Баканова. Песни военных лет и праздничное оформление. Троллейбус не узнать. Снаружи яркий баннер. Внутри все украшено георгиевскими лентами, воздушными шарами и разноцветными флажками. На окнах тематические наклейки и гвоздики. Это не просто цветок – символ памяти и победы над фашизмом. Завтра утром троллейбус выйдет в рейс. Будет курсировать по четвертому маршруту – одному из самых протяженных в городе. А пока он ждет своего первого пассажира. Я считаю, что войдя в такой троллейбус, у него сразу поднимается настроение, оптимизм, гордость, наверное, даже за нашу страну, что такое произошло, что мы выстояли, победили. Поэтому это для горожан очень приятное и нужное дело. Будет оборудованный ходить он до 13 мая. Накануне празднования Дня Победы самарские перевозчики подготовили подвижные составы общественного транспорта. Нарядили и автобус номер один, за рулем Сергей Кометкин. Перед тем, как отправиться на маршрут, водитель заботливо украшает салон. Признается, очень рад водить такую машину. Чувствует гордость и причастность к великому празднику. 9 мая для меня важный праздник. У меня отец воевал. И автобус украшают для того, чтобы люди помнили, знали и не забывали. Чтобы поддержать акцию «Бессмертный полк», в автобусе развесили портреты участников Великой Отечественной войны. Организаторы уверены, страна должна знать имена своих героев и уважать их. Транспортные организации заранее давались объявления о том, что желающие могут прислать свои фотоматериалы родственников. Этим действительно воспользовались. Сегодня здесь висят фотографии. Тут есть бабушки, дедушки или, может быть, даже там прабабушки, прадедушки, как сотрудников перевозчика, так и тех, кого прислали пассажиры. При поддержке администрации города пассажирский транспорт украшают не первый год. Акция уже успела полюбиться самарцам. На телефон горячей линии нам приходит информация в соцсетях активная о том, что классно, спасибо большое, ехал и зашел, увидел своего деда. Это очень круто. Слезы на глазах наворачиваются у людей, у взрослых пенсионеров. Прям тоже многие нам присылают свои положительные отзывы, благодарят нас за это. Вера Гаврина признается, глаз радуется, а в поездке время летит незаметно. Конечно, это очень даже приятно посмотреть и хотя бы, знаете, в лицо тех, кто, как говорится, воевал в те годы и погиб, возможно, во время войны. Кто-то, может быть, еще после войны жил. Вот знаете, настроение, ну, праздничное, как говорится. Праздничный автобус будет курсировать по городу до конца мая. Информация, собранная транспортным предприятием в рамках акции «Бессмертный полк на транспорте», будет размещена также в телеграм-каналах «Департамент транспорта Самары» и «Протранспорт-63». Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжается ремонт Зубчининовского шоссе. Улицу приводят в порядок на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы ведутся на участке от улицы Физкультурной до Аэропортовского шоссе. После того, как изношенный слой дороги отфрезеровали, подрядчик начал обновлять элементы инженерного оснащения, устанавливать новые люки смотровых колодцев. Всего их 12. Каждый с антивандальной защитой. Конструкция оснащена запорным механизмом. Надежная фиксация помогает предотвратить кражу крышек люков. Внутри находятся кольца, а в основании – резиновая вставка. Все это обеспечивает шумозащиту. Крышки не гремят во время движения машин. Погода на установку люков никак не влияет, потому что это не асфальтобетонное покрытие. Единственное, чтобы не было сильного дождя, иначе у нас размоют бетон, и все придется переделывать заново. Контроль качества обеспечен на всех этапах ремонта. На замену люков потребуется еще несколько дней. После этого подрядчику предстоит выполнить укладку финишного слоя асфальта проезжей части Зубчининовского шоссе. В Самарской области за год количество рабочих мест выросло на 37%. Об этом сообщила онлайн-платформа по поиску работы. Особенно востребованы сотрудники обслуживающего персонала – 59% новых вакансий, медицинские работники и фармацевты – 57%, работники в сфере транспорта, логистики и перевозок – 56%, сотрудники административного аппарата – 54%. Также с прошлого года вырос спрос на рабочий персонал – 44% и на специалистов в сфере образования – 39% новых рабочих мест. На рубеже сезона в компании также стали чаще, чем в прошлом году, искать работника в области управления персоналом – 36% вакансий, туризма – 34%, страхование – 32% – говорится в исследовании. А теперь коротко о других темах дня. С 13 по 26 мая на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Это связано с проведением ремонта второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей отопительной котельной. Без воды останутся жилые дома и организации в границах следующих улиц. Проспект Кирова, Физкультурная, Металистов, 22-го партиезда, Свободы, Победы, Проспект Металургов, Каховская, Нагорная, Черемшанская, Проспект Юных Пионеров, Заводское шоссе, Товарная, Юбилейная, Теннисная, Промышленности. Владимир Путин поручил завершить до конца 30-го года капремонт зданий детсадов и школ, признанных нуждающимися в ремонте. Об этом сообщили на сайте Кремля. Там сообщают, что нужно установить следующие задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», завершение до конца 30-го года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 25-го года. Врачи рассказали, какие продукты не стоит есть в дни магнитных бурь. По словам специалистов, в пищу стоит употреблять нежирные продукты, насыщенные витаминами, например, фрукты, рыбу, нежирное мясо и зелень. Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком соленое, уменьшить количество быстрых углеводов. Это мучное, сладкое. Также врачи советуют исключить из рациона крепкий кофе и чай. Для многих россиян готовить шашлыки в майские праздники стало традицией. Как порадовать себя пикником и не навредить природе, рассказали эксперты. Углекислый газ неизбежно выделится в атмосферу при приготовлении мяса. Чтобы уменьшить количество выбросов, не следует использовать жидкости с резким неприятным запахом. Скорее всего, они содержат отработанные нефтепродукты. Более экологичная альтернатива – подсолнечное масло, рассказали эксперты. Крылья Советов продолжают подготовку к матчу 28-го тура РПЛ против Ахмата. Тренировка длилась около полутора часов и сочетала в себе физическую нагрузку и игровые упражнения. В занятии приняли участие все доступные футболисты, кроме Богдана Овсянникова, Владимира Хубулова, Дмитрия Цыпченко, Романа Ежова и Максима Витюгова, которые восстанавливаются от повреждений, сообщили в пресс-службе. Матч с Ахматом пройдет в Самаре 10 мая и начнется в 17 часов. Для удобства болельщиков в пятницу после матча Крыльев Советов дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте номер 11, будет ожидать зрителей на конечной остановке у стадиона. Усилит и работа автобусные маршруты. После матча к остановке общественного транспорта улица Алма-Атинская будут поданы дополнительные автобусы 1-й, 34-й, 41-й, 67-й, следующие в сторону проспекта Кирова. А на остановку улицы Дальние дополнительные автобусы маршрутов номер 1 и 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи. Перекрытие дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Новый бассейн в Куйбышевском районе открыл свои двери для всех желающих. Жителям доступны абонементы на 8 занятий и разовые посещения. Подробности расскажет наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Шапочка, купальник и тапочки. Все, что нужно, чтобы поплавать в бассейне Куйбышевского района. Новый спортивный комплекс открыл свои двери для всех желающих. Бассейн работает с конца прошлого года, но тренировались в нем только воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 8. После усиления мер безопасности бассейн стал доступен для всех с 4 мая. Бассейн мне очень понравился. Температура воды комфортная, чисто, аккуратно. Длинные площадки, глубина позволяет нырять. И самое приятное, что есть возможность обычным жителям района посетить данный бассейн. Дети заниматься в бассейне могут с 7 лет. Для них открыта секция по плаванию. Взрослым доступны индивидуальные и групповые занятия с тренером. Также предусмотрены абонементы на 8 занятий и разовые посещения. У всех свое видение по времени, по способностям, по финансам. То есть каждый выбирает для себя то, что нужно. Спектр достаточно расширили, чтобы было комфортно всем. Абонементы уже приобрели около 80 человек. Все тренировки длятся 45 минут. Спортивный комплекс работает ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Концерт, посвященный предстоящему празднику, 9 мая прошел в 155-й Самарской школе. Подробности узнала наша съемочная группа. Концерты, приуроченные к 9 мая в 155-й школе Самары, проходят ежегодно. Участникам сначала предстояло преодолеть отборочный тур, который проходил в апреле. Лучшие номера были показаны на гала-концерте. Я сегодня выступаю с песней «Майский вальс», и я танцую как раз-таки вальс. Я пою. У меня микрофон. Она о том, что война закончилась, все хорошо, и люди празднуют победу. Каждый год наш фестиваль посвящен какой-то определенной теме. В этом году мы выбрали тему «Дороги Победы». Географические объекты, села, реки, улицы, которые так или иначе советских солдат вели в Берлин. Вот прямо сейчас у нас песня о Ладоге, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда. А следом за ней будет песня, которая называется «Легендарный Севастополь», посвященная 80-летию освобождения Севастополя. Очень много песен именно про географический объект, про какие-то памятные места. Есть песни про память, про то, что нужно рассказывать об этом внукам, про женщин военных, про летчиков, про шоферов. Ну, и очень много других. Организаторы уверены, тематические концерты помогают воспитывать в школьниках чувство патриотизма и знакомить их с песнями военных лет. Они расширяют именно любовь к своей стране, к истории, и, в принципе, это такой патриотический праздник. Оно развивает патриотический дух молодежи и помогает нам не забыть об таком великом событии, как война. В завершении концерта прошло школьное шествие бессмертного полка. Ксения Баканова, Августина Охременко, Валерий Майоров. События. В Самарской области по приглашению губернатора Дмитрия Азарова сейчас отдыхают 100 детей из Оренбурга. Их семьи пострадали от паводка этой весной. Ребят разместили в одном из загородных лагерей Красноярского района. Развлекательная программа для ребят тщательно спланирована. Предусмотрены и экскурсии по знаковым локациям Самары области. Наша съемочная группа вместе с детьми побывала в контактном зоопарке. Подробности расскажет Галина Топилина. Энергичные, веселые, с горящими глазами. И не скажешь, что недавно все они пережили сильнейший стресс. Дети из Оренбурга, семьи которых из-за паводка остались без крыши над головой, приехали в Самарскую область. Чтобы сменить обстановку, провести время интересно и с пользой для здоровья. Общение с животными – лучшее лекарство, убеждена председатель Самарского отделения Всероссийского общества инвалидов, сорганизатор экскурсии. Понимаете, собрать детей – это одно, но сделать так, чтобы им было интересно, комфортно. Надо сопровождающих, который найдет общий язык с ребенком. Понимаете, здесь очень много нюансов. И это тяжело, особенно дети травмированные тем, что произошло. Восстановить их – это тоже очень важно. Жизнь интересная, многообразная, поэтому мы решили показать в городе Самаре вот такой живой уголок, где можно погладить животных, покормить животных, получить заряд бодрости. Обитатели живого уголка с удовольствием шли на контакт, тянули свои мордочки в ожидании новой порции угощения и охотно давали себя гладить. А работники зоопарка отвечали на все вопросы ребят. По словам организаторов экскурсии, детям поездка понравилась. У всех глаза горят, все довольны, никого не волнует, что какая-то погода не такая, все как бы воодушевлены. И уже через несколько дней дети вернутся на родину. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Стала известна подробная программа празднования 9 мая в Самарской области. Об этом сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Центральным событием станет военный парад. Начнется он на площади Куйбышева в Самаре в 10 утра. В параде Победы примут участие более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники. В целях безопасности салюты и фейерверк 9 мая на набережной в Самаре устраивать не будут. Бессмертный полк умного города пройдет на интернет-ресурсах проекта в День Победы, сообщает телеграм-канал администрации Вести с Дворянской. По соображениям безопасности в этом году шествие бессмертного полка пройдет в заочном формате. И, конечно, умный город не мог остаться в стороне. Шествие героев начнется во время Всероссийской минуты молчания в 17 часов по московскому времени и пройдет на страницах умного города в сети интернет. Чтобы присоединиться к шествию, достаточно отправить фотографию, фамилию, имя и отчество у вашего героя на почту, указанную на экране с хэштегом «Бессмертный полк». Накануне Великого праздника глава района Данил Морозов совместно с депутатами Самарской губернской думы и депутатами промышленного района представителями общественных организаций и жителями возложили цветы к памятнику, посвященному победе в Великой Отечественной войне в сквере «Яблонька». Об этом сообщает телеграм-канал промышленного района. Минутой молчания почтили память погибших. Воспитанники детского сада номер 138 прочитали стихи. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных праздников! Субтитры создавал DimaTorzok